Посмотри, какой интересный здесь трава. Какой интересный здесь трава. Да, необычные травы. Очень необычные травы. Да, слушай, здесь как будто недавно был пожар. Ну как недавно, я думаю, года два назад было. Ну да, да, это недавно. Не каждый же он год здесь. Полевые травки. Главное, чтобы здесь змея не вылезла какая-нибудь ядовитая. Но мы не будем туда в кусты ходить. Нет, в траву нельзя ходить. Да, это точно. Там склопендры всякие водятся, они, между прочим, тоже ядовитые. Ну такие многоножки какие-то. Да. С чего это? Они не ядовитые. Ядовитые, Игорь, почитайте. Ну я умру от ужаса, если она меня залили. Вот, вот короткий путь. Ну солнце как. Так куда? А вон мазки, вон мазки. Ура, я увидел. Смотри, видишь, кого здесь можно стоять? Укороченный путь. Вот твоя любовь. Да. Ага. Спайдер. Орхидейный паук. Спайдер. Это очень красиво. Какая-то жопа какая у него. Да ну, Игорь, ну что ж ты, я же снимаю. Давайте без этих жоп всяких. Ну а как это у нас? Ну как это у нас? Ух ты, здесь так все сказочно. И что самое интересное, это центр города. Это меня вообще умиляет. Да, это центр города. И никого. Можете себе представить, какой Орландо огромный. Он огромный. Если в центре города, вот, это ведь не один парк. Их таких много парков. На самом деле. Их на самом деле очень много. Вот заходим на мостки с поручнями. А вот дорожки гравием отсыпали, наверное, специально для тех, кто с палками ходит. Ой, 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 стрекоза. Смотри какая. Сними. Сейчас проверим, проверим нашу камеру. Ну-ка, давай настраивайся. Ну, Юля, вот она, вот она, вот она, вот она. Давай, давай, давай. Я ее не вижу. Она какая-то прозрачная. Какие-то заводи, пни. Вот люди гуляют. Уже возвращаются с семьей. Слушай, сюда можно спуститься, да? Главное дело все с поручнями. Обратите внимание, да? Ага. Живописно, да? Да, так. Очень как-то сказочно. Слушай, эта дорога, она вся будет из таких мостков? Ну, видимо, вот это кольцо, да, из мостков. Вау. Парковка здесь была бесплатная, кстати. То есть въезд был свободный. Совершенно бесплатно. Да, пожалуйста. Безвозмездно. Вещайте с детьми и гуляйте здесь хоть целый день. И мостки эти сделаны для того, чтобы человек своими лапами не топтал в природу. Чтобы не ломал ничего здесь. То есть все, чтобы как в заповеднике. То есть вроде бы ты ходишь по нему, но ничего не трогаешь, ничего не ломаешь. Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот она. Природа во всей своей красе. Слушай, там всякие пиявки, наверное, делятся. Ой, с шабута и живут, наверное. Там такой звук издал. А кто там был? Кто здесь? Птичек? Не, вот такой. А это значит крокодил, да, они хрюкают. Это крокодил здесь. Мамочка. Ну, недалеко. А что тебе? Здесь не страшно, крокодил-то он сюда не запрыгнет. Да и вообще ему как-то не интересно. Вот только что опять этот звук. А кря-кря, это что такое за звук? Это птичка, птичка. Смотри, резко такая. Слышите звуки природы? А, ты других спрашиваешь? Ну и тебя тоже. Люди гуляют. Ой-ой-ой-ой-ой, здоровая-здоровая стрекоза была. Куда-то потерялась. Слушай, это ведь папоротники? Да. Древние растения. Смотри, какая там зала вот. Кормушка. Хочешь босиком погулять по такому месту? Ну, вот кормушка. Неделго здесь будет леска, конечно. Досяком. Ну, почему же? Очень даже. Мне кажется, из таких джунглей может выскочить кто угодно. Хищник. Там были другие джунгли. Ну, понятно. Итак, дорога превращается в тропинку. Идем по стрелочке. Короче, было написано, если вы заблудитесь, то аллигаторы помогут вам выйти. Выбежать. Да. Кохни. Даже где-то местами наш русский лес напоминает. Как-то я помню, что ездила на велосипеде и такие же корни были на тропинке. Вообще красивые места. Дикые. Так, нас иногда спрашивают, не боимся ли мы здесь аллигаторов и прочей разной другой живности. И мы вам скажем, что нет, мы не боимся. А почему? А потому что они не нападают на людей. Они мелкие, они питаются, видимо, лягушками, как я подозреваю, потому что человек как объект еды и леда неинтересен. И поэтому я не слышала, чтобы здесь аллигаторы нападали на людей и как-то их хранили. Я слышала, были такие случаи, когда женщина или мужчина пересекали такую границу, где написано было, что не заходите туда, там реально живут большие аллигаторы. И что с ними было? И там они начинали их прикармливать. И чем-то это плохим заканчивалось. Но это единичные случаи. А в основном... Вау! Слушай, это саранча! Это, наверное, цикада. Да какая же цикада-то? Вот она, саранча. Сейчас она как прыгнет на меня. Ай! Хи-хи-хи-хи! Ой, Боже, мой, Боже. Ну вот, видите, какие здесь крупные насекомые водятся? Ну, как-то мы с ними вот так живем. Комаров здесь, кстати, меньше даже, чем когда мы были в России, да? Нет, они тут есть. Они есть, да. Но их почему-то мало. Мало, и они периодически... У них свои сезоны есть, да? Вот, по-моему, самый большой сезон их где-то в октябре, если я не ошибаюсь. Но их все равно даже в этот сезон меньше, чем у нас было. Особенно в лесу у нас. Вот здесь гуляешь по лесу... У тебя не сел еще ни один комар? Один сел. Один, вот. А у нас, если остановишься в лесу, на велосипеде, как у меня это было, они сразу облепляют тебя и жрут. Сразу жирают. Вот. Поэтому... Комаров здесь точно не стоит бояться. Ну, озер здесь потравливаются, мне кажется. Да, да. Здесь потравливаются. Хищные соколочки, соколки, хищные птички. Так, аллигаторов тоже не стоит бояться. Конечно, бывают случаи, когда могут, конечно, по идее и перекусить они человека. О, вот она бабочка, смотри, какая большая. Смотри, смотри. Классненькая. Ух ты, ух ты, ух ты. Бабулька здоровая. Ну, а это вы должны конкретно залезть в их среду, где они живут в больших уже конкретных таких озерах. Которые, как правило, огороженные всегда. Огороженные и написано, опасайтесь крокодилов и так далее. Так что абсолютно вот так вот мы еще не встречались, живя уже два года во Флориде. В Орландо мы еще не встречали вот так вот аллигатора, кроме как в специализированных парках. Ну, и на вот этой, как она, в Акива? Викаева. Викаева. Викаева парк. Да, вот там мы видели. Там живут огромные аллигаторы. Не, ну мы видели маленьких детей еще, видимо. Вот когда плыли на каяках. Нет, а когда мы ходили просто в Викаеву, мы гуляли там. А, тогда видели, да? Мы видели больших аллигаторов. Ой, вот сейчас идет дождь, и в то же время жарко. Это нормальное явление. Дикие животные, которые мы встречали в городе, вот прямо в городе непосредственно, это еноты. Да, это редко как бы мы их встречали. Животные вредоносные, но очень милые. Да, очень милые. Потом броненосцы и скунсы. Ой, нет, не скунсы. Скунсы. Нет, не скунсы. А я думала, скунсы. Господи, как же их зовут-то? Игорь. Кто? Это животные-то. Жабы. Которые на себе носят детеныши. Опоссумы. Опоссумы, да-да-да. И часто, как мы их видим, это когда их сбивают уже. Ну да, они валяются на дороге, очень жалко. Но это зверьки ночные, и они часто выползают там, где и не надо. Да. А в живую, вот так, чтобы они живые бегали, я несколько раз всего видела, не так часто. А еще, знаем, слышали койоты, то ли что-то типа того, да? Даже у нас в комьюнити были. Да, когда койоты где-то их замечают в черте города, жители предупреждают, чтобы держали собак своих, не выпускали кошек. Не выпускали. Теоретически укусить. Потому что могут задрать или укусить, да. Ну да. Но это тоже бывает крайне редко. Два раза я такое слышала, что они типа ходили там, слышала, что они там гавкали, тявкали. А в центре города, ну как в центре, на Киркмана есть небольшое озерцо, мы там видели крокодильчика маленького. Он там сидел, в общем-то, никого не трогал. Да, хоть жарко, идет, покрапывает такой дождик, но он достаточно такой сам по себе прохладный, да? Не так, как вот в Таиланде дождь пройдет, так он и теплый, прям капли теплые. А здесь такие прохладненькие, как уколчики. Грибочки. И в наших условиях влажного тропического клим... А, влажных субтропиков растут грибы, сыроежки, очень много шампиньонов, по-моему, еще какие-то что-то типа. Ну вот это конкретно были, конечно, не сыроежки, это были какие-то поганки. Это были просто грибы, да. Да, просто грибы несъедобные. Но часто мы видим, съедобные грибы растут, где попало. Шампиньонов очень много. Ну, конечно, рисковать, кушать их не стоит, пробовать. Нет, их здесь никто не собирает. Потому что все-таки грибы, они впитывают всякую бяку в себя. Здесь, конечно, нет никаких производств, но с дороги, например, да, вот эти все таксины идут. Ну, нет, траву гербицидами опрыскивают. Да, да, такое тоже. Здесь с пола ничего собирать нельзя. Поэтому они не понимают местные, когда наши, иногда здесь мы грибы собираются. Я часто такое спрашиваю, где здесь грибы можно пособирать, наши русскоговорящие. В диких местах, может быть, севернее. Не, ну ты представляешь, в диких местах как ходить, когда нет тропинки, там тебя кто хочет укусит. Ты вообще... Иди в резиновых сапогах. Собирать грибы в резиновых сапогах со стволом, чтобы вдруг... От медведя. Да, от медведя, между прочим, здесь и медведи ходят, и пумы немножко есть. Вот. Устал? Передохни. Под навесом. Так, что тут копали? Волонтеры здесь очищали. Ой, а тут кто-то... Кто-то здесь... Умер. Умер. Даже не будем смотреть, кто... Какой-то бронетемкин поносец. Ну, в смысле, этот броненосец. Так, центр там, а нам куда? Вот это милю маршрут. Миля? Ну, так идемте милю. Да, нам хватит милю. А это очень далеко идти, не стоит. Главное, не заблудиться. Что за ягодки волчий глаз? Ну, видимо, какие-то не очень съедобные по виду-то. Не будем их есть. Ой, сейчас бабочка такая пролетела. Просто как птеродактиль. Мы подумали, какая-то птица, а это была бабочка черная. Просто огроменная. Вот. А это для птичек скворечники. И вон еще домики. Tay... Shelby... Сомн nan... Negro... Сомнерно. Придел сломен petits. Пальшик скворечник... П実ка стрима... П neighbours с дверьру... Здесь это... С motor гв users. Продолжение следует...